Традиционный татарский праздник для всех мальчишек и девчонок. В Ишкарале отметили детский сабантуй. На площадке около соборной мечети развлечения по душе нашли все. Кто-то прыгал в мешках, кто-то впервые взял в руки коромысла. Мальчишки из детских пришкольных лагерей вышли побороться за звание Батыра детского сабантуя. Подробности с места событий отдали в материале. Праздник на плугу, если дословно именно так, с тюркского переводится сабантуй. Вот уже 7 лет, как национальное торжество народов Башкирии и Татарстана для детей проводится у соборной мечети города. Здесь по соседству одна из удачных городских площадок для таких событий. Один только минус. Праздник яркий и веселый. Скорее всего, в нем хотели бы принять участие не только дети ближайших районов. Что наводит на мысль, что такие гуляния имеют большой потенциал и должны развиваться и расширяться территориально. Так как занять себя на детском сабантуе есть чем. Праздник этот имеет много общего со взрослым одноименным торжеством. Разве что на детском сабантуе не готовят национальные блюда. В остальном много колоритных танцев, песен. Дети через образы знакомятся с культурой тюркского народа. На мне сегодня татарский народный стилизованный костюм. Он украшен очень красивой вышивкой. А головной убор у меня татарский колфак. Каждый год на сабантуе я узнаю много новых традиций татарских. Благодаря в том числе праздникам сотрудники Центра татарской культуры ввели новый маленький колфак. Для молодых девушек в национальном костюме все работает на защиту. Растительная вышивка, использование серебра как защита от темных сил. У взрослых женщин платья не подпоясываются, а имеют трапециевидную форму. У девочек роль пояса выполняет фартук. Если человек знает культуру другой национальности, он к этому народу уже относится с уважением. Поэтому я хочу, чтобы другие национальности с уважением относились к татарской культуре, к татарскому народу. Майдан перед мечетью превратился в локальные игровые площадки. Традиционно ребята прыгали в мешках, носили на своих плечах некоторые впервые, коромыслах, перетягивали канат. Все эти игры с года в год есть и на взрослом гулянии. Разве что для детей они проводятся в щадящем режиме. Но азарта иной раз у последних больше. Сабантуй сегодня ассоциируется просто с массовыми гуляниями. Исторически это символ окончания весенних пассивных работ. Праздник являлся еще и пропагандой здорового образа жизни. На детском торжестве нет скачек на лошадях, но есть татарская борьба кореш. Подвязавшись к ушакам, стать джигитом и побороться за звание батыра праздника смог любой мальчишка. Этот вид спорта любят все. Там скапливается очень много народа и болеют, переживают за своего борца, за своего батыра. Этому батыру, конечно, если на федеральном уровне уже дарится автомобиль легковой, то мы как бы более скромно, но традиционный живой баран обязательно ежегодно дарится. Здесь детский батыр будет определен? У нас здесь определяются батыры в трех весовых категориях. Мы их также наградим ценными призами. В современном понимании Саббантуй уже не настолько связан с аграрной тематикой. Особенно это касается жителей городов. Сегодня сезонные национальные торжества становятся интерактивным познанием другой культуры, погружением в самобытность народов, которые живут бок о бок с нами. Также Саббантуй является возможностью восстановления утерянных традиций, ведь каждый праздник отмечается введением каких-то новых забытых обрядов и народных игр. После детского взрослый Саббантуй состоится 30 июня. Уже определенное место праздника – стадион «Дружба». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова